Госслужащие готовы судиться за любовь петербуржцев. Конкурс на лучшего чиновника обрастает скандальными участниками. Конкурс «Петербургский чиновник» Северо-Западный институт управления объявил в шестой раз. Подать заявку может и сам номинант, и его друзья-коллеги. Нужно только заполнить анкету о достижениях управленца со ссылкой на реальные дела и публикации в СМИ, а затем открытое голосование за номинантов. И как во всякой политической гонке некоторые чиновники не брезгуют сомнительными методами. Был случай из-за некоторых участников из Петербурга и Ленобласти, судя по IP-адресам, голосовали пользователи из Австралии и даже Африки. Прошлогодний пятый юбилейный конкурс ознаменовался из-за этого дисквалификацией четырех участников. У одного из снятых номинантов есть претензии, которые он пытается оспаривать сейчас даже в судебном порядке. Материальных наград победителям не полагается, госслужба не позволяет. Отчего же такие страсти? Организаторы говорят, кандидаты горят с желанием получить признание от общественности за самоотверженный труд на благо простых жителей. Голосование продлится до июня. На сегодня в семи номинациях пока только 11 чиновников, но к финалу их набирается за сотню. Возраст разный – от молодых до умудренных годами.